Браво, Эмин! Браво! Браво! Добрый вечер! Самая любимая, самая любимая, самая крутая песня Эмин в вашем репертуаре. Спасибо. Добро пожаловать, Эмин! Здравствуйте! Еще раз так приятно видеть вас сегодня у нас на телеканале АТВ. Спасибо, что пригласили. Я первый раз выступаю на Азербайджанском телевидении. Вот видите, что это впервые так получается. Спасибо вам за то, что именно вы выбрали АТВ, телеканал. Вы меня выбрали, вы первые, кто пригласил. Спасибо огромное, спасибо большое, что вы приняли наше предложение. Приняли, да, спасибо огромное. И, наконец, у нас очень много вопросов, но я из них только несколько вопросов я вам задам. Я знаю, что у нас очень мало времени, и мы постараемся, чтобы задать вам только самые-самые основные, самые интересующие у нас вопросы. Главное, мы все знаем, что этот год для вас был очень благотворным. То есть самое главное, это не только для нас, для всего Азербайджана, ваши выступления на Евровидении. И это уже без комментариев. Спасибо. Была большая честь выступать на конкурсе Евровидения. Большая честь его закрывать. Я, если честно, я это смотрел слезами. Это действительно было нечто. Потом главное, ваше еще одно участие в Юрмеле, это тоже главное. Это было очень... Мы просто гордились тем, что вы так выступали, и мы так смотрели. Действительно, это было очень приятно нам именно. И самое главное, что недавно вы, буквально несколько дней тому назад, вы приехали из Америки. То есть расскажите нам, пожалуйста. Просто об этом все писали. Но мы хотим, чтобы вы сами от вас слышали. Но ваш промо-тур в Америку, это было связано, конечно, с поддержкой вашего альбома. Значит, на моем альбоме, если вы его слышали, а я так понимаю, что есть люди в зале, которые его слышат, которые называются After Thunder, есть песня, которая называется Baby Get High, которая завоевала определенные позиции на европейских чартах. Попала в британские топ-40 и стала моим первым синглом на прошлой неделе в Америке. Я поехал в промо-тур рассказывать об этой песне, давать интервью, петь ее на радио, также в эфире. И все получилось. Мне кажется, что Америку ждет новый Эмин. Эмин, вы наш Эмин. Это самое главное. Спасибо. Главное, что вы представляете Азербайджан. И еще, ваши песни в Великобритании, настолько они вот, они как-то поднимаются в чартах. Вы расскажите, пожалуйста, нам об этом. Ну, в Англии за последние два с половиной года у меня вышло четыре сингла. Первая была песня Obvious, потом была песня I need time you fall, потом Baby Get High и Walk the Walls. Все четыре попали в британский топ-40, что мне особенно приятно сообщить вам сегодня. И главное, Эмин, в Америке вы посетили, вот мне самому очень, я до концерта, я спросил именно, конечно же, вы посетили там Billboard Museum. Расскажите, пожалуйста, это что за музей, и там о билбордах, что ли, вот дают информацию об этом? Есть американский журнал, который называется Billboard, который каждый день, каждую неделю, как вот такая реликвия, описывает все чартовые позиции мировых артистов, популярных чартах, джазовых чартах, новые синглы, синглы месяца, синглы недели. И мне довелось посетить этот офис и подержать в руках первое издание 1894 года, которое тогда анонсировало передвижение цирков по Америке. А потом перепрофилировалось уже журнал, описывающий музыку. Шоу-бизнес и все остальное. И еще самое главное, буквально вчера уже мы все, мы все с волнением смотрели ваши выступления. Вы были на концерте. Однозначно, это, конечно, это было нечто. Ваше выступление с Дженнифер Лопес. Это было... Не совсем мое. На самом деле, если быть абсолютно честным, я выступал в роли разогрева для Дженнифер Лопес, что особенно почетно. На самом деле, звезда мирового масштаба. Нам не стыдно. Моим музыкантам тоже. Мы готовы это делать дальше. Но именно я вам одну вещь скажу. Да, я вас понимаю, Дженнифер Лопес это мега-стар. Но дело в том, что она ихняя. Она там за океаном. А вы, Эмин, вы наш. Вы наш. И вы у нас в обвесе. Спасибо. Так что, прекрасно. Пусть Дженнифер Лопес, пусть они приезжают. И Риана, и Шакира, и Бритни Спирс, и Селин Дион. Кто бы они ни были, они за океаном. А Эмин наш. Спасибо. И он у нас в сердцах. Ничего, поясы с ними, конечно. И, конечно же, Эмин, вот если со стороны Дженнифер Лопес, вот будет какое-то предложение, вот спеть с ней в дуэте. Я не откажусь. Вы откажетесь. Не откажетесь. Вы не откажетесь. И это будет, и, конечно, это будет ваша песня. Ну, посмотрим. Время покажет. Ну, вообще, по-моему, в проекте что-то есть. Сочиняю я много песен. На самом деле, мы записали дуэт, который она пела с Энрикой Глессиасом. Песня называется «Mouth to mouth». Но в связи с общими графиками не успели отрепетировать вместе. Поэтому я думаю, что она в следующий совместный концерт, может быть, войдет. Дай бог. И вообще, вы сейчас сказали о песнях. Вот у вас бывает в репертуаре, что даже не в репертуаре, вот вы сочиняете какую-нибудь песню, но это вы как бы откладываете на ноги ящика. У вас бывает такое? Как же вот потом? Вот муза вот есть, а вот я потом вспомню. Бывает. Постоянно. И вот, кстати, вы так напомнили, я решил сообщить. Вот несколько таких песен я, можно сказать, подарил Нигяр Элю, которые сейчас записывают, Сабини Бабаевой. Я надеюсь, что в ближайшее время они споют какие-то мои песни, и мы их услышим, и я выступаю в роли автора. Но главное, но самое главное, мы эти песни послушаем когда и где, и каким образом. На радио. Ну это все зависит от вас. Ну ясно, я помню. Эти песни будут звучать у нас эксклюзивом, это самое главное. Потом, Эмин, еще один вопрос. Вот многих интересует, как бы, вот, мы все как бы иногда вот соблюдаем диету или нет. Соблюдают ли Эмин диету или занимаются спортом? Как бы, есть ли такая еда, которая, Эмин, не устоит перед этой едой? Все смеются сзади. Это ваши ребята знают, да? Да, да, я не соблюдаю диету, но занимаюсь спортом. Ну да, однозначно, да, потому что... Боли для диеты не хватает, только для спорта. А, у вас воли или времени не хватает на это? Ни того, ни того. А вообще, бывает ли, например, вот, вы сочиняете какую-то песню, а потом она вам не нравится? Вот как бы хочется, что... Часто очень такое бывает. В основном так и бывает. Это бывает. А теперь перед тем... Те песни, которые нравятся, вы их слышали на моих альбомах. Это самое главное, самые основные, самые любимые ваши песни. И теперь уже в городе уже реклама уже пошла, уже всем известно, что к 70-летию Мусима Магомаева уже намечается большой концерт с участием величайших звезд российской эстрады. Да, российской эстрады. Вот расскажите, пожалуйста, об этом концерте. Этот год особенный, потому что Мусим Магомедовичу бы исполнил 70 лет. Аплодисменты. Спасибо. И, как вы знаете, в этом году был открыт памятник в Москве около его дома. В прошлом году был открыт барельеф здесь, в Баку, в доме, где он жил. И в этом году много событий связано с его именем. В частности, концерт, который пройдет 5 октября в Москве, в зале, который носит имя Муслима Магомаева, Кроку Сити Холл. А 7 числа во дворце Гейдар Алиева здесь, в Баку, с участием Йосифа Тавыча Кобзона, Льва Вариановича Лещенко и многих других серьезнейших артистов. Другие звезды, но это как сюрприз, да? Ну, конечно. Я думаю, что те, кто придут на концерт, будут приятно удивлены тем, как люди отзываются о Муслим Магомедович, как они его любят, ценят, восхищаются им не только в нашей стране, но и за ее пределами. А на этом концерте какие-то все будут петь с репертуаром Муслим Магомедовича? Только песни Муслим Магомедовича. Как и оперные, так и эстрадные, итальянские, неаполитанские. И однозначно, имен тоже будет петь. Да, с удовольствием. Знаете, имен, у вас такая черта, вот как бы, это уже все знают, имен, вы как-то располагаете человека к себе, вот в чем этот секрет, с чем это связано? Обычно аферисты так делают. Нет, просто действительно у вас так, куда бы вы ни ездили, где бы вы ни были, действительно все, как бы, не имеет значения, то ли старый, то ли молодой, они все как бы вокруг вас все, очень хотят общаться с вами, с чем это связано, с вашей натурой, или у вас такая аура, что вы очень располагаете, это умение располагать. Быть искренним, я думаю, секрет к любому общению. Вообще, вообще, не знаю, имен, вообще вы по гороскопу, вы стрелец. Дети мои тоже стрелец. Да, вот видите, что, вы вообще по характеру, вы мягкий человек или как-то более строгий? Может, это ребята скажут. Вопрос не ко мне. Да. Вот и девчонок спросите. Он мягкий по характеру, имен, или же так, жесткий, деспот. Деспот. Да. Девочки, очень многозначно, да, многозначно, они улыбнулись. У ребят спросите. Он мягкий по... Очень добрый. Очень добрый, да. Вот есть такая, когда человек... Только Сережа сказал, что я очень добрый. Остальные молчат. Ясно, уже ясно, ясно. Так, имен, мы еще послушаем от вас еще несколько песен. Все же приятно было видеть вас сегодня. Взаимно. Спасибо, что познал. На сцене АТВ. Конечно, имен, приезжайте почаще. Как приедете, обязательно к нам на телеканал АТВ. И, конечно, радио Юзал ТФМ. Спасибо. Очень приятно видеть вас здесь. Продолжение следует... Все самое у них написано. Субтитры делал DimaTorzok